Где тут у вас золото? Вот оно, только что из банка. Ровно 12 килограммов. Отстругаем себе сколько надо, как от пачки маргарина. Чистое золото очень мягкое. Чтобы сделать цепочку прочной, золотую стружку смешивают с другими металлами. Напоминает кухню, в которой хозяйка приготовила ингредиенты для своего будущего пирога и разложила их по тарелочкам. Пишите рецептик. На 3 килограмма золота взять 1,5 килограмма меди. Добавить по 250 граммов цинка и серебра. Выпекать при температуре в 1000 градусов. Не забывайте помешивать. Готово. Через 15 минут раскаленные капли золота охлаждают в водном потоке. Итого 5 килограммов драгоценного металла. Затем толстая проволока превращается в тонкую нить. Цепочки обваливают в порошке, напоминающем обычную муку. Теперь они даже стали похожи на макароны. Белый порошок – это золотой припой для сварки. Порошок припудривает и обволакивает место стыка каждого звена. После обжига цепочка стала по-настоящему прочной. Проверим? Мастер цеха не разорвал, хотя и очень старался. Действительно, сейчас изделие стало очень прочно. Почему же с шеи оно было сорвано одним легким движением? Вот оно, слабое звено, единственное, оставшееся незапаянным. Зачем же нарочно делать цепочку уязвимой? Это не производственный брак. Это продуманный элемент безопасности, вынужденная мера против подобных случаев. Иначе вы попросту могли бы лишиться шеи.